Одесский краеведческий музей Звененогой Девы, изображение скифской богини В общем-то, тоже можете при желании погуглить Это весьма и весьма древняя тема Другой древней темой является изображение сокола-птаха Священного геральдического символа, в общем-то, скифов И не только скифов Однако, касательно скифов, у скифов даже зафиксированы такие имена, как скил и скилуур Которые, по сути дела, являются аналогами слов сокил и соколарь Соколарь, в общем-то, это то же самое слово сокил Только с концовкой арь, которая обозначает, в общем-то, человека То есть, соколарь – это или арэвыч из рода сокола Или как-то связанный с соколом арэвыч В общем-то, концовка арь, она присутствовала во многих словах Обозначая человека, сопричастного с какой-то темой Арэвыча, арийца, если уж так говорить Однако, заходим в музей И в Одесском краеведческом музее Есть ряд предметов, которые касаются еще казачьих времен Поскольку, да, у Одессы есть достаточно древняя предыстория Еще времен казачества И вообще, если, хотя если говорить о предыстории Одессы, то тут вообще все достаточно интересно Рядом с Одессой находится Белгород-Днестровский, древний город Белгород Он именно просто назывался Белгородом, без уточнения, Днестровский изначально И когда-то там находился еще греческий город Тира И еще более ранее, ну Тиру, кстати, несколько раз переносили Поэтому Тира какое-то время, город, точнее, с названием Тира находился и чуть восточнее Одессы Но позднее уже, в общем-то, тот город, который в истории зафиксировался, как Белгород или Белгород-Днестровский Зафиксировался тоже с названием Тира И там жили греки, которые торговали, в общем-то, со скифами И часть скифских купцов, которые торговали с греками А еще раньше там жили даже финикийцы Поэтому город Тира или Белгород-Днестровский Это вообще один из древнейших городов не только Северного Причерноморья Не только Украины, но и Европы в целом Что также важно понимать Но все-таки историю Одессы от греческих времен как-то отслеживать считается не совсем правильно Хотя с другой стороны даже название Одесса взято и сделано как бы в женской форме От также древнегреческого города Одессос Который, в свою очередь, может иметь и славянское происхождение От слова «одесную», то есть по правую сторону от, соответственно, Черного моря Если смотреть с севера Если человек, условно говорим, пришел с территории Полесья к Черному морю То как раз Одесса будет по правый берег этого самого Черного моря То есть одесную, по правую сторону Также там были другие трактовки, другие версии данного слова И, ну, так или иначе, тут уже даже не особо можно в этом копаться Однако такое понятие, как Одесс градя в ведических текстах За северо-западным причерноморьем зафиксировано с достаточно древних времен И все же отслеживать именно нынешнюю Одессу с тех времен считается неправильным А вот отслеживать Одессу от Кочубеевки, города, который был основан князем Якушинским Который происходил из, в общем-то, Речи Посполитой И дело в том, что Северное причерноморье было отвоевано Витовтом, Гедемином Вот в те как раз времена, когда из Северного причерноморья изгонялись ордынцы И да, конечно, с этим все было сложно Да, в Крыму ордынцы укрепились и, смешавшись с местным населением Со временем сформировали этнос крымских татар И да, на некотором историческом этапе И Одесса также была частью владений этих самых крымских татар Но на некоторый исторический период Именно Великое княжество Литовское, которое было в союзе с Королевством Польским И в которое, по сути дела, входили территории и династии былого королевства Русь В Королевство Польское, отчасти Великое княжество Литовское Ну, поскольку это все было вместе, как Речь Посполита То вот эта самая Речь Посполита и восстановила Как во времена еще Древней Руси Было Олэща и Белгород В общем-то, зоны присутствия Руси в Северном Причерноморье Поскольку в степях Северного Причерноморья Издревле кочевали разные те же самые печенегиполовцы И контроль за степью у Руси был не особо-то и качественным Но вот в ключевых местах на реках и на Причерноморском побережье Русь имела свои крепости, свои, в общем-то, города С помощью которых можно было контролировать и важнейшие точки путей И, в общем-то, таким путем все-таки Северное Причерноморье Было частью владений Руси во времена так называемой Киевской Руси Ну и дальше некоторое время Северное Причерноморье Также было в непосредственном владении Великого княжества Литовского, Жимайтийского, Русского И тут была основана Кочубеевка В честь Кочуба Якушинского То есть одного из князей, который по воле великого князя Из рода Гедеминовичей основал здесь поселение Ну и дальше, конечно, уже во времена Российской империи Эти территории освобождались от присутствия турок и татар Естественно, силой, волей и кровью, и умом, и усилиями казаков Ну и дальше, естественно, казаки И украинцы в целом И сопричастные к нашему народу Другие народы, которые с нами проживали И те же самые молдаване, и евреи И какие-то беглые греки И многие-многие-многие другие Вместе с нами они эти территории осваивали То, что московиты рассказывают о том Якобы Екатерина построила тут Одессу Максимально глупо и тупо Екатерина была императрицей Восероссийской империи Она не была строительницей Она не была воительницей Она не лично, как бы то ни было Не возглавляла армию, которая бы отвоевывала Одессу у турок И, естественно, она не возглавляла Какую-то армию строителей Которая бы пришла здесь строить город Считать, что Екатерина построила Одессу Это значит, ну, или быть лжецом Или быть дебилом Или быть слабоумным Или быть, в общем-то, гибридом Того другого и третьего Конечно же, Екатерина не могла Не отвоевать самолично территории Одессы у турок И не могла самолично здесь что-либо построить Да, конечно же, она дала приказ казакам Отвоевывать эти территории у турок Ну, как бы, что дальше? Ну, да, по приказу Екатерины Казаки отвоевали эти территории Да, какие-то части и российской армии Параллельно с этим Ударяя по Крымскому ханству И по присутствию Османской империи В Северном Причерноморье Вспомогли казакам в этом деле Ну, как бы, и что? Многие европейские народы В Средневековье, в эпохе Возрождения Входили в состав каких-либо империй Той же Австро-Венгерской империи Или других империй в разные времена Когда-то вообще Римская империя была Ну, так, как бы, и что с этого? Кроме того, тут же даже не речь о том Что, не знаю, войска Российской империи Откуда вот-то, не знаю, с Москвы Пришли вот все сюда отвоевывать у турок Эти территории Конечно же, нет Конечно же, во-первых, и на этих территориях Искони проживали казаки И, кроме того, часть из них Да, на некоторое время Переходила и на службу Турецкому правителю Но позднее, когда уже стал вопрос О том, что казаки идут Освобождать эти территории от турок Естественно, и местные украинцы И те казаки, которые шли В общем-то, совместными усилиями Так или иначе, убрали отсюда Турецкое присутствие И, собственно, взяли под контроль Эти территории Да, как бы, Украина на тот момент Государственность Украины Была подчиненная Высероссийской империи Но если так говорить То и империя же была Высероссийской То есть подразумевалось, что это Не империя так называемых Нынешних русских А подразумевалось, что это Некая высероссийская империя Которая является вот империей Потомков Петра Первого А на самом деле, по сути дела Немцев и немок Которые К Романовым-то, в общем-то Имели очень опосредованное Генетическое отношение Но все равно как-то считались С этими Романовыми Связанными И вот они как-то Типа контролировали территории Великоросов, Белоросов и Малоросов То есть Великоросы имеются в виду Те, кто ныне называются Руэсэскими Белоросы-белорусы И малоросы-украинцы Таким путем, если говорить Что у украинцев В то время не было Своей государственности То нужно говорить Не только о том, что у украинцев И белорусов в то время Не было своей государственности Но и как у таковых Руэсэских, россиян У них тоже, получается Не было своей государственности Потому что империя была Всероссийской То есть как бы общей И как бы вот эта Императорская надстройка Была общей Энертной Несколько надстройкой Как над украинским народом Как над украинской элитой Так в общем-то И над великороссами Так же само Ну ладно Это уже другие детали В общем суть в том Что Одессу По сути дела И отвоевывали казаки И строили здесь Так же само Во-первых И изначально город был И задолго до того Как его взяли под свой контроль Даже те же самые турки Была Кочубеевка Кочубеевка Которая была названа В честь своего основателя Кочуба Якушинского В общем-то Который происходил Из древнего рода Кашубов Это с территории Прибалтики То есть тоже Этот генезис Весь можно проследить Исследовать И Они здесь основали город Были построены крепости Витовтам Гедеминам Активно строились Крепости Как раз В южном направлении Для противостояния Тем же самым Татарам И Ну да Дальше так получилось Что В ходе Разных перипетий Между Королевством Польским Великим княжеством Литовским Которые были В союзном государстве Речи Посполитой И С другой стороны Турками И татарами Турки и татары В тот момент Также были В симбиозе Между Противостоянием Условно говоря Нашей системы Речи Посполитой И Османской системы Иногда Территории Северного Причерноморья Больше Отходили Или В нашу пользу Или Соответственно В турецкую пользу Но тоже Даже Когда какие-то Территории Типа Отходили В турецкую пользу Это Не означало Моментального Обезлюднивания Этих территорий И заселения Их турками Конечно же Какая-то Часть Населения Когда Ну Какая-то Часть территории Переходила Под власть Турков Какая-то Часть Населения Естественно Хотела Перебираться На ту Часть Украины Которая Оставалась В общем-то В Речи Посполитой То есть Где Были Европейские Цивилизационные Мотивы Где В общем-то Жилось Лучше С другой С другой С другой С другой С другой И в Османской Империи Хоть И пытались Несколько Так Намекнуть Что давайте Ко все Принимайте Ислам Но христиан Там не Сжигали Не жарили Не съедали Живьем Единственное Что Христиане И иудеи За Исповедование Не исламской Религии Платили Дополнительный Налог Вот и всё. Вот, по сути дела, чем отличалась жизнь под властью турецкого султана от жизни под властью, допустим, польского короля. И если вообще так анализировать, где ещё налоги были меньше, то в разные времена, как бы по-разному. То есть в каком-то случае, конечно же, людям, и ввиду их цивилизационного выбора, и ввиду того, что, в общем-то, в Речи Посполитой основные родственники, основные какие-то цивилизационные и другие завязки, то, конечно же, легче было жить на территориях, которые были в непосредственном составе Речи Посполитой. Но жизнь, допустим, на подконтрольной турками территории также не была каким-то адом или чем-то невозможным. Поэтому какая-то часть украинцев и даже ещё и литвинов с времён основания Кочубеевки продолжали жить именно на территории Кочубеевки, никуда не переселяясь. Кочубеевка была переименована в Хаджибей. То есть особо даже турки чего-то своего не придумали. Да, чуть-чуть переозвучили, но не назвали же каким-нибудь исламокертом или чем-нибудь таким вот. А просто была Кочубеевка, стала Хаджибей. По сути дела, даже как бы некоторое подобие от старого названия сохранилось. Екатерина II приказала несколько модернизировать некоторые сооружения на территории былой Кочубеевки и приказала, соответственно, переименовать Кочубеевку в Одессу. И то вот вопрос относительно того, когда осуществилось переименование, весьма и весьма запутанный и затуманенный. Потому что если говорить о неких реконструкционных работах, об этом, в общем-то, документы есть. А вот касательно переименования, там с этим присутствует некоторая путаница. И считается, что, наверное, все-таки Екатерина дала такой указ, но, наверное, этот указ был несколько неофициальным. То есть тоже был ли этот указ, не был ли, как бы, ну так или иначе. Понятно, откуда произошло название Одесса. Одесса находился на территории нынешнего города Варна. Так это сейчас или Румыния, или Болгария, да, в принципе, даже и не важно. То есть это южнее достаточно. И к как таковой Кочубеевке Одессе даже не имел отношения. Если бы Катюшенька все-таки была чуть более знакома с историей, или если бы у нее рядом был какой-то человек, более вообще понимающий историю стран, которыми Катюшенька пробовала владычествовать, то, наверное, он бы все-таки как-то попытался бы, по крайней мере, подсказать, что вообще-то на этих территориях рядом где-то был древний город Тира. И как вариант можно попробовать назвать Кочубеевку Тирой. Тирой, Никонием, или еще даже Ольвей, в общем-то, было бы логичнее называть, с чем тем же самым Одессасом, еще и в женской форме, как Одессой. С другой стороны, наблюдается некая непомерность амбиций Российской империи в те времена. Российская империя пыталась добраться до крайне южных составляющих при Черноморье и взять под контроль, в конце концов, былой Цареград, Константинополь и пролив Босфор и Дарданеллы для того, чтобы выйти на Средиземноморье. И Российская империя как бы приписывала себе взятие территорий, до которых она еще не добралась. То есть они знали, что где-то там южнее был город Одессас. Вот они уже взятый город переименовали в Одессу, чтобы им слаще жилось, чувствуя, наверное, меня, то, что они типа взяли уже Одессас, состав Российской империи. В общем-то и Себастополь, также город Севаста, был в другом месте, но почему-то... Хотя там можно... И опять же, и с Херсоном та же ведь история. Херсонес находился в Крыму. То есть, по идее, когда брали территорию нынешнего Херсона, то могли там город как угодно назвать, но только не так. А они назвали в честь Херсонеса, который к тому времени еще вообще ни разу не был взят. И нынешний Херсон, если брать карты, смотреть, где был древний Херсонес, то древний Херсонес намного южнее. Ну и также, когда они уже взяли территорию, где в древности был Херсонес, то там город они назвали не Херсонесом, а они назвали город Себастополем в честь, соответственно, другого города, который находился еще намного южнее. То есть, таким путем это, видимо, или проявление амбиции вот такого жополистства чиновников Российской империи, которые, чтобы там Катюшеньки или другим российским деспотам жилося слаще, они подкидывали такую тему, что взятые города называются именами тех городов, которые еще далеко вообще ни разу не взятые. Или же это были попытки некой такой магии, магии-шмагии, когда они вот не могут еще взять какой-то существенный город, но они другой город, который уже взяли, называют именем того города, и таким путем они как бы захватывают имя того города. И с точки зрения магии, если они владеют именем, то, в общем-то, они со временем завладеют и самим городом. Может быть, вот тут какая-то такая больная логика у них расслеживалась. Я точно не могу сказать как раз, что двигала Екатерина и всей вот той бандой, когда они так действовали. Тем не менее, я точно могу сказать, что приписывать Екатерине основание Одессы – это ложь, это невежество и, попросту говоря, это бред. Город здесь был. Одесса существовала задолго до Екатерины. Екатерина палеца палец не ударила, чтобы взять Одессу. Казаки проливали свою кровь, казаки и, в общем, украинцы проливали свой пот и тратили свои силы, трудились для того, чтобы позднее перестраивать и облагораживать данную территорию. Именно поэтому, как вначале, в общем-то, было видно, как только Российская империя начала падать, Украина начала стремиться к независимости. Украина начала стремиться к независимости, и сразу же на территории Одессы и Одессины начали подниматься разнообразные национально-освободительные движения, которые провозглашали своей целью изгнание российского, в общем-то, присутствия и освобождение Одессины в составе, в общем-то, независимой, целостной, соборной, священной Украины. И также герб Руси и Украины был поднят и, в общем-то, сиял как основной герб, основной символ русинов-украинцев, которые проживали на территории Одессины. И вот это знание, вот эти документы, которые присутствуют в Одесском краеведческом музее, которые присутствуют в других музеях, они, в общем-то, разрушают миф, который ныне проповедует Путин, касательно того, что Одесса исконно, видите ли, какой-то там Руэсэский город. Какой Одесса-Руэсэский город, если как только высероссийская империя начала сыпаться, то сразу жители Одессы самоопределились как украинцы. Больше того, Одесса в те времена была одним из важнейших средоточий украинской культуры. Конечно же, на территории Одессы и Одессины проживали далеко не только украинцы, проживали многие другие народы. Были и те, кто идентифицировали себя с великороссами, были, в общем-то, небольшое количество тех, кто идентифицировал себя с белорусами. Были и молдаване достаточно большим количеством, и греки, и евреи, и гагаузы, и румыны, и кого здесь только не было. Но это всё, в общем-то, этнические меньшинства. А этническим большинством и основным, в общем-то, этническим массивом народонаселения Одессы и Одессины были украинцы. Что, в общем-то, можно проверить, анализируя документы, анализируя символику, анализируя Геральдику, анализируя, в общем-то, присутствующие даже в Одесском краеведческом музее документы. Документы, паспорта, банкноты, на которых изображён тризуб, на которых изображён тризуб, генезис, история которого тянется с древнейших времён. У многих нынешних людей, к сожалению, к величайшему сожалению, нет правильного понимания вообще происхождения тризуба. Они считают, что да, вот при Владимире какой-то такой знак был, вот был-был-был, потом сплыл, потом, так сказать, только при Грушевском он возродился. На самом деле нет. На самом деле тризуб является символом священного птаха, сокола рода, Всевышнего, бога-прародителя всех остальных богов, если брать ведическую космогонию, ведическую теологию, и если брать, в общем-то, и ту версию ведической теологии, которая перешла даже в Египет. В египетском пантеоне бог Птах также, в общем-то, является верховным богом и прародителем всех богов. И, в общем-то, это отдельная тема, которая отчасти в каких-то старых видео на моём канале рассматривается, отчасти, в общем-то, рассматривается в соответствующих моих видео, которые касаются Геральдики Рюриковичей. Геральдика Рюриковичей весьма и весьма разнообразна, весьма и весьма многогранна. У Рюриковичей был не только классический вот тот трезубец, который в результате и стал гербом Руси-Украины. И, с другой стороны, если разбирать символику Птаха, то символика Птаха далеко не единственная символика, которая закладывалась в тризуб. Трезуб — это и Птах, который святой дух, сокол Род, который летит, в общем-то, вниз, испуская свет и благословляя всё мироздание. Трезуб — это и солнечная ладья в разрезе. Трезуб — это и тройственное пламя. Трезуб — это и тройственное огненное копьё, которым Бог-защитник повергает разнообразную нечисть. Трезуб имел множество разнообразных вариаций, разнообразных, допустимых, вполне себе обоснованных и вполне себе допустимых трактовок, которые существовали на протяжении поколений, как, в общем-то, скифо-сарматских правителей. Во времена скифии и сарматии существовал такой вид геральдических знаков, которые назывались тамги. И также часть этих тамг имели тройственную трезубообразную символику и являлись, в общем-то, вариациями тризубов. Иногда там был тризуб, в который вписан тризуб, где отдельно присутствует символизм птаха, отдельно солнечные ладьи. Иногда вместе там это всё совмещалось. То есть тут от случая к случаю. Если берём монеты Ярополка, допустим, то у него на некоторых монетах изображён даже не тризуб, а изображён, соответственно, бюст птаха, на челе которого изображён крест. На других изображён знак, который скорее похож на двузубец, а в центре у этого знака присутствует ключ. То есть это вообще отдельные философские концепции, которые далее не обрели какую-то значительную популярность у Рюриковичей. Если взять, допустим, даже как изображается Всеслав Чародей, то у него в короне присутствует, допустим, тройственная символика. В других случаях в летописях видно, что тризуб в качестве жезла присутствует в руке князя. Можно взять слово о полку Игореве, где упоминается, как князь пришёл, поднял знак, который был, жезл, который был назван Трекусы, и ему подчинились, в общем-то, новгородцы. Трекусы – это от слова «кусать». Ну, опять же, слово «кусать» от чего? От «кус», то есть «зуб», дословно говоря. И в польском языке, в диалектах польского языка зубы назывались «кусами». Ну и так дальше. То есть Трекусы – это диалектическая вариация слова «тризуб». И, в общем-то, «тризуб», как жезл князей, он издревле использовался, издревле существовал и в монетах, в геральдике, в тангах, на печатях, в архитектуре. То есть это вообще отдельные целые пласты, пласты символики, пласты геральдики, которые отдельно разбираются в соответствующих материалах на моем канале, которые не так-то и легко все разобрать, чтобы вместить в одно видео, чтобы вместить в 21 видео, потому что это весьма и весьма объемные темы. И можно, допустим, взять изображение скифского птаха, например, из литого кургана, и сравнить его не только с изображением сокола на перстне Рюрика, который присутствует, например, в Астрожском музее, в Астрожском замке. У меня тоже есть отдельное видео касательно Астрожского замка, и в этом видео чуть позже я покажу некоторые витрины Астрожского замка и, соответственно, витрины из музеев Пересопницы, где присутствует изображение птаха. Так вот, изображение птаха на дереве во время шествия русинского воинства, когда Ярополк отправляется из Киева в город Родень. И получается, птах, который был его геральдическим символом, который изображался на подвесках во времена Ярополка, присутствует и в соответствующей миниатюре в летописи. И можно множество разных археологических нюансов тоже брать, где присутствует, соответственно, символика птаха, разные вариации. Во времена Рюрика даже в Скандинавии существовало огромное количество вариаций птахотрезубов. Это, в общем-то, потому, что Рюрик был весьма связанный со Скандинавией. Опять же, у меня есть отдельное видео на тему того, кем был исторический Рюрик, которого вообще ни разу не нужно путать с тем каким-то фейково-мифологическим бредом, о котором рассказывает Путин, о том, что некий швед Рюрик пришел в Старую Ладогу, а потом в Новгород, и там стал первым монархом российского государства. Какого черта? Какого российского государства? Россия – это исконно вообще название, которым называлась Русь, то есть Украина. Россия – это не название отдельной какой-то страны, а это греческое произношение слова «русь». Это вот так же само, как у названия россиян есть английская версия, как «Рашин». Но тут, кстати, тоже эта версия от нашего названия, то есть «русин» дословно происходит. Но так или иначе, все равно существует экзоним, то есть название одного народа, которым его называют представители другого народа. Это так же само, как славяноязычные народы называют германцев немцами. Существует название «германцы», которое как бы другой вариант этнонима, отчасти даже экзоэтнонима для немцев. Но сами себя немцы не называют немцами, а они называют «дойче». И как бы если бы с того не с сего какие-нибудь, не знаю, испанцы стали бы называть себя немцами, это было бы тупо. Еще тупей было бы, если бы испанцы после нескольких столетий, после того, как они стали называть себя немцами, предъявили бы дойчам претензию относительно того, что слушайте. А знаете, вот в повести временных лет сказано, что ваши земли являются немецкими землями. А поскольку теперь вот мы называемся немцами, «А вы какие-то там дойчи, какие-то там укры, это вообще не то, поэтому давайте, отдавайте нам ваши земли». Бред, тупость, глупость, но так или иначе. Нынешние россияне ведут себя исключительно таким путем. Вот уже кадры из Острожского замка, из музея. Тут присутствует и монета Владимира, и печать князя Давыда. И самое интересное, что присутствует на данной витрине, это перстень Рюрика. Чуть раньше кадры заснеженной дороги, золоченого купола вдалеке и позднее кадры с птахом, это кадры из пересопницы, из музеев пересопницы, где присутствует изображение, старинная фигурка птаха. Птаха распростершего крылья, и в своей симметрии тот птах образует симметрию тризуба. Тут же, что важно, тут присутствует вот это кольцо Рюрика, на котором изображен птах, который весьма похож на то, как птах изображен на древнескифских накладках, которые были найдены археологами в литом кургане. И понятно, что Рюрик не проводил здесь каких-либо археологических раскопок, литой курган он не раскапывал, исследовать, как скифы изображали птаха и так далее, он этим всем не занимался. Рюрик использовал свою геральдику. Рюрик использовал ту геральдику, которая перешла ему по роду, поскольку он был представителем древнего рода, который хоть и проживал на территории, в общем-то, Рюгина, острова Руян. Но этот род, этот княжеский, великокняжеский род своими корнями уходил, в общем-то, к древней раксарьянской династии, которая когда-то, в первых веках нынешней эры, проживала еще на территории Руси-Украины. Тут я сейчас демонстрирую опять кадры из музеев Пересопницы, где среди других разнообразных экспонатов присутствует и изображение птаха, распростершего крылью. Оно несколько отличается от птаха, который изображен на перстне Рюрика. Тут хвост этого птаха помещен как бы сзади и вообще не рассматривается, а тут внизу присутствуют ноги этого птаха, на которых он стоит. Но, в общем, все равно образуется тройственная симметрия. Сейчас же вновь показываю скифское изображение птаха распростершего крылья, с хвостом назад, в общем-то, который также образует симметрию Тризуба. То есть, так или иначе, по артефактам из Пересопницы, по артефактам из Острожского музея и по всему этому, можно сопоставить и понять, что соколиная трезубообразная символика на территории Руси, Украины, существовала, во-первых, из древле, во-вторых, она далеко не ограничивается всего лишь монетами Владимира. Вот пломбы печати разных других князей. И, как видим, на этих пломбах присутствуют как двузубы, так и тризубы, так и всяческие другие сопоставимые с ними знаки. Эти знаки, в общем, являются разновидностями того, что также известно, как тамги, что имеют прямую параллель с тангами, соответственно, которые были во времена правления Сарматской династии, во времена правления Боспорских царей. Ну, у них были чуть свои танги. Во времена уже Рюриковичей были чуть свои танги. То есть, конечно же, танги чуть-чуть отличались. Это разные века, это разные рода, разные ветви, по сути дела, великокняжей династии. Но, по сути дела, с другой стороны, понятно, что все они принадлежали к одной и той же этнокультурной общности. И Рюриковичи, даже крещенные Рюриковичи, продолжали те самые древние обычаи, которые существовали еще за тысячелетия до Рождества Христова, до наступления нынешней эры. И, кроме того, данные знаки в Руси сохранялись еще и позже. И во времена Речи Посполитой они вошли в состав шляхетской символики, шляхетской геральдики. Те же самые шляхты, чьи польские и украинские активно, всячески пытались подчеркнуть свою связь с древними сарматскими раксаланскими родами, и все это активно тоже использовали. С третьей стороны, даже христианские разнообразные летописцы и разнообразные книжники, они брали классические славяно-кельто-скандинавские узоры и выбирая из них то, что более-менее сопоставимо с соответственно идеей того или иного христианского произведения, соответственно, использовали древнюю ведическую символику в оформлении своих книг, в оформлении своих орнаментов. Можно просто видеть, как они брали какой-то древний символ и использовали его, не особо даже понимая, что этот символ означает. Но так, в общем-то, также сохранялась преемственность поколений и передавались те знаки, те символы, которые в конце концов во времена уже возрождения УНР, Украинской Народной Республики, были зафиксированы как государственный герб как народный герб, как культурно-исторический исконный, вечный и священный герб Руси-Украины. Вот уже кадры, опять же, из Одесского краеведческого музея. Тут присутствуют фотографии и документы, которые касаются времен провозглашения Украиной независимости от распавшейся Российской империи, от самоустранившейся Российской империи. Тут присутствуют банкноты Руси-Украины, на которых вновь возрожден наш священный герб Тризуб, на которых вновь возрождена наша священная желто-блокытная символика, которая также, идя еще из киевских времен, передавалась и во времена Руси-Украины, Киевской Руси, и во времена Королевства Русь, и во времена, в общем-то, уже того, когда Королевство Русь на правах воеводства было включено в Королевство Польское в рамках единой державы поляков, украинцев и литвинов Святой Речи Посполитой. Для меня та держава поистине величественна, поистине священна, и если изучать все, соответственно, исторические нюансы, то, конечно же, понятно, что та держава в общем-то была державой, которая была непосредственной, прямой правонаследницей Руси Украины, Киевской Руси. В то время, как Московия была поначалу сепаратистом, то есть суждальщиной, которая восстала против Руси, а позднее Московия стала улусом Золотой Орды, которая в культурном плане не имела ничего общего с Русью, Украиной, и скорее была антиподом и врагом Руси. Одесский тоже, по сути, это дело краеведческий музей, но более правильнее сказать музей культуры степи. То есть имеется в виду, в общем-то, по сути дела, та же самая Одессина, Северная Причерноморья. Музей, музей, музей небольшой, я его воспринимаю исключительно как часть Одесского краеведческого музея. Я не в обиду его работникам, конечно же, в нем есть ряд интересных таких предметов. Если Одесский краеведческий музей теоретически больше сконцентрирован на самом городе, а это не только на городе, но и область, и дальше, то, в общем-то, какая-то логика в таком распределении экспонатов, конечно же, есть. С другой стороны, в общем-то, если под понятием Одесский краеведческий музей иметь в виду Одессу и Одещину, то, в общем-то, вот оно и есть оно. И, конечно же, это не то, что не первое. Это далеко не первое видео на эту тему. У меня когда-то еще было очень-очень старое видео на тему данного музея, и я, в принципе, далее планирую и более новое видео на тему данного музея сделать. Поэтому, поэтому, поэтому этих самых, поэтому есть достаточно много. Но, что интересное, первое, можно видеть, в принципе, в музее? А это стол. Стол, который, в общем-то, не древний. Ему не две тысячи лет, даже не тысячи, даже не пятьсот лет. В общем-то, этот стол, это новодел. Но, этот стол, как и много чего другого новодельного, но сделанного в рамках народных традиций, народных обычаев, народных последовательностей того, как, что делается, оно новое воспроизводило старое. В общем-то, если взять Млиновский музей из Ровненской области, там есть сдвоенная посудинка. Здесь тоже есть сдвоенная посудинка. И вот эти самые сдвоенные посудинки из наших музеев, которые касаются уже нынешних времен, ну, поднынешние, я имею в виду не прямо вот совсем, а имею в виду где-нибудь там лет сто назад. По историческим меркам, это такая новь, которая вообще даже ни разу не история. Хотя, 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 быт людей на протяжении последних сто лет поменялся очень даже сильно. И если, допустим, взять бы человека столетней давности поместить сейчас, он бы много чего не понял из того, что у нас и как функционирует. с другой стороны, если бы человека столетней давности взять и поместить еще на сто лет раньше, то есть на 200 лет до нынешнего времени, он бы плюс-минус нормально воспринял тогдашний быт. Если так сравнивать историю, то предыдущее тысячелетие вот так вот не особо сильно менялся быт. А чем, да, конечно же, если брать там какие-то более глобальные триполия, вот это скифия, вот это все, там менялся быт очень сильно. Но если взять какое-нибудь средневековье, то быт практически что раннее средневековье, что позднее, что-то менялось, но не было кардинальных каких-то скачков. Было то, что там поддеградировали, там подразвились, там поддеградировали, там подразвились, и плюс-минус та же коньяка, та же колодец, та же вся фигня, коньяку на коньяки возить, коньяку кормить, колодец, воду домой носить, печку топить, ну и все вот в таком примитивном достаточно духе. Если брать времена скифии, все чуть поинтереснее. Ну и если брать девятнадцатая столетия в городах и уже двадцатое столетие, то есть нынешнее, ну практически нынешнее двадцать первое столетие в городах и селах. К сожалению, сейчас даже, даже сейчас во многих селах некоторые люди имеют телефоны, телефоны современные, которые дают им доступ ко всей информации, они гуглят то, как им правильно там, не знаю, козу доить свою какую-то, или как им правильно картошку, как им правильно картошку посадить, боже. Создатели компьютерных технологий повесились бы, наверное, зная, как осквернят их труды нынешние люди. Нофиг с ними. Дело не в этом, дело, в общем-то, в этом столе. На этом столе присутствуют орнаменты, которые, хоть и воспроизведены достаточно поздно, но, идя по народным всем этим обычаям, которые на протяжении столетий иногда достаточно неплохо консервировались, в общем-то, орнаменты, все вот эти знаки на данном столе, они идут еще из глубокой-глубокой истории. И вот это я фоткаю, вот это я все осмысляю, изучаю, чтобы вам показать, что в нашем народе знания о мироздании, в нашем народе, в общем-то, знания базовые, ведические, космогонические, все эти штуки, они сохранялись на протяжении тысячелетий. Вот тут присутствуют символы сварги, символы Аллатара, символы Всевышнего испускающего волны протоматерии в разные стороны. Это то, что я объясняю людям, тем, кто того достойный, тем, кто могут собрать свои мозги, в общем-то, на занятиях по исследованию мироздания, где у каждой штуковинки, у каждого этапа мироздания есть десяток другой богов, который там связан с разными процессами, которые там были отцы матери, того или иного уровня материального устройства мироздания и так дальше. Есть куча названий для каждой окружности, каждого квадратика, вот то линии подага, вот то там пространство сварги, то пространство Агдаады, Анеады. Это названия, которые большинству нынешних людей вообще ни о чем, ни про что и никак, но все это важнейшие ведические, теологические, космогонические концепции и вот как видим из данного предмета в нашем народе на протяжении тысячелетий люди передавали это знание. Как это вот так случилось, не знаю, есть вероятность, что священнослужители когда-то допустим, ну точнее не есть вероятность, она так и делалась, но вот конкретно касательно этого ствола есть вероятность, что священнослужители допустим сказали какому-то мастеру делай так, так и так, вот наноси эти символы и он или по непосредственному указанию священнослужителей, священнослужителя или копируя какие-то более древние образцы, а те древние образцы в конце концов или восходят к атрибутам, допустим к столу, который мог стоять или в каком-то храме, или у какого-то священнослужителя, или у какого-то князя или как-то так, или что-то в таком духе и все равно так или иначе это сходится на том, что базово был какой-то священнослужитель, был какой-то мудрец, который заложил в оформление этого стола символизм, заложил в все, что касается этого стола, знания и дальше с того стола копировалось, копировалось, копировалось и докопировалось. А вот, кстати, вышивка. Вышивка та же фигня в принципе и очень даже священная во многих случаях. Тут присутствует вышивка, в которой орнаменты и меандровые, и свастические. И вот, если все это сравнивать, то это буквально с мезинской культурой и на протяжении тысячелетий, на протяжении разных этапов, разных исторических процессов. Вот можно брать мезинскую статуэтку птички, которая присутствует, ее копия и в Одесском археологическом музее. В интернете можно найти, можно мезинский браслет найти с меандровыми узорами. И вот так же само в народе, в этом всем такими же достаточно разновсякими странными и не очень способами передавалось и запутывалось то, что в общем-то базово происходило от каких-то образцов, от каких-то экспонатов, которые делались с знанием философских идей. конечно же во многих случаях и вышивку, и какие-то штуки типа посуда или типа стола там конечно же могли уйти в сторону цветов, в сторону просто какой-то красивости. Бегут в погоню за красивостью, теряют древний символизм. Кроме того, можно даже ну просто не зная чего-нибудь или допустим вот когда-то был стол одной формы, а потом нет возможности воспроизвести такой стол, а надо воспроизвести там не знаю шкаф какой-нибудь ну или кровать. И вот надо там точнее есть возможность там нанести все эти узоры. Вот возникает вопрос а что можно нанести, а что нельзя, а знание, а так, а сяк, а этот. И вот в тех случаях, когда ведическая традиция полноценно целостна, то священнослужители скажут это там так, это там этак, это там не так. В тех случаях, когда знание ведической традиции потеряно и тот или иной мастер просто воспроизводит то, что он увидел на более старом предмете, то, что может быть по воле священнослужителей когда-то куда-то наносил его отец и так дальше, ну или если берем вышивку то же самое только уже не с мастерами а с мастерицами. Ну и вот когда-то их какие-то проматери знали, что где вышивать, что что означает, потом они уже знают ну типа так красиво, ну типа так бабушка вышивала, так мама вышивала, фигня, это ну просто буквально из той же оперы, что если так корова хрюкала, то так и следующее поколение животного будет хрюкать. Но в плане этнических традиций иногда вот такая даже фигня мудрость у священнослужителей работает на благо цивилизации. Священнослужители, используя в общем-то примитивность мышления простолюдинов, дав им правильное знание, привели к тому, что если говорить о славянских, о ведических простолюдинах, то они сохраняли знания, даже не осознавая того. Это приблизительно так же само, как что касается еврейской культуры, там иногда какие-то рядовые евреи тоже сохраняли те же самые свитки Торы, буквально погибали за них или старались где-то их запрятать, при том, что на самом деле понимание Торы, глубинное, истинное, есть только у раввина. И то тоже не у всякого, и то тоже чем более качественный раввин, тем более у него глубинное, тем более у него возвышенное в его вот этой всей теме понимание Торы. А обычный человек там в общем-то ничего, глубинного понять не может. Поэтому в общем-то как для еврейской культуры Тора, так у нас есть наша символика, наша вышивка, которая в чем-то является таким же языком. Хотя у нас есть и наши ведические, славянские ведические писания, в которых вообще непосредственно ведические знания и зафиксированы. И вот так тоже сохранялись, передавались тысячелетиями. Всякие невежественные создания представляют себе меня в виде такого злого-злого ситха, который только создает материалы, которые кстати что. Вот кстати это к лживости всех этих товарищей, которые меня в чем-то пытаются обвинить, но даже при этом не могут вменяемо сформулировать обвинение, потому что вообще-то я ничего какого-то такого неправильного не пытаюсь как-либо как-либо порекомендовать, как-либо не знаю что-то такое кому-то внедрить. Наоборот пытаюсь людям напомнить, что важно задумываться, важно вообще-то думать, для этого вообще-то есть мозг, потому что если не думать своим мозгом, то найдутся всевозможные черви, которые с радостью у вас этот мозг сожрут, и вам уже в общем-то не будет чем думать. В том или ином смысле черви рекламные черви разнообразные, вот как пропагандистские путинские черви, которые сжирают мозги своим всевозможным зрителям, ну и так дальше. Таких примеров много, от какой-нибудь Скобеевой до банальных могильных червей, которые едят в могилах мозги тех, кто не хотел думать, кто не хотел понимать, что алкоголь в общем-то не стоит употреблять, что не стоит другими гадостями заниматься, и раньше времени попал в могилу. Я же все-таки рекомендую тем, кто пока еще жив и пока еще не кормит червей, все-таки не знаю, читать книги, заходить в музеи. Вариантов того, как думать, вариантов того, о чем думать, есть достаточно много. Но знание в общем-то прошлого является одним из ключевых знаний. Одним из ключевых знаний, которое само по себе конечно же ничто и исследует всего лишь вопрос того, как в могилы отправились все те, кто туда отправились, но с другой стороны знание прошлого в общем-то дает понимание истоков того, что есть сейчас. Поэтому, например, путинские черви и разные им подобные прикладывали и прикладывают огромное количество усилий для того, чтобы люди как можно хуже, как можно меньше знали и понимали историю. Чтобы люди как можно меньше и как можно неправильнее понимали исторические процессы и то вообще как это все функционирует. Потому что людям невежественным легче навязывать всякую манипуляционную мерзость. А людям, которые знают историю, знают, как развивались процессы в прошлом, таких людей обмануть намного сложнее. Самый простой пример, если бы люди, жители Российской Федерации хорошо понимали то, как так сложились все обстоятельства в Веймарской Германии, что там к власти пришел Гитлер, то есть вероятность, что они бы не допустили, что уже в их стране к власти пришел Путин. С другой же стороны, наши люди, если бы лучше знали нашу историю и знали то, как вероломно, как подло, как жалко, как по-бандитски вела против нас себя Российская Империя. В общем-то, с времен Богдана Хмельницкого до уже времен ОНР, когда раз за разом наши правители пытались увидеть в глазах правителей Москвы хоть что-то человеческое, когда раз за разом мы пытались с Россией перевернуть страницу, начать с чистого листа и вот это все и так далее, но все это приводило только лишь к тому, что мы, отвергая закономерность того, что Российская Федерация обманывала в прошлые эпохи и обманет вновь, мы это типа пытались как-то забыть, как-то не вспоминать, но ведь какой смысл не вспоминать то, что бандит нападет, то, что вирус причинит болезнь и так дальше. Российская Федерация верна своей природе, нам просто нужно знать их природу и знать свою природу и в общем-то делать из этого всякие выводы и не повторять ошибки прошлого. Вот, в общем-то, чтобы лучше знать историю и наше наследие, демонстрирую некоторые фотографии из измаильских музеев. И это из разных измаильских музеев, например, из измаильской галереи искусств, там в первую очередь всяческие картины, и единственное, что самое вот такое интересное из измаильской галереи искусств, это в общем-то вышивки, которые реконструируют старинные вышивки и весьма-весьма неплохо эти вышивки реконструируют. эти именно предметы, а именно даже, если так уж говорить, то по сути дела платья, на котором присутствует вышивка в форме знаков, которые совмещают в себе символику Аллатара и ратайскую символику. В общем-то вышивка на этом платье является самым важным и единственным заслуживающим внимания экспонатом из данного музея. Несмотря на то, что в общем-то сам музей посвящен не столько вышивке, сколько всевозможным картинам. Картины я осмотрел, фотки предоставил, ну как бы и что. Картины, картины, вот они и есть картины. А вышивка это то, в чем заложена память поколений, память тысячелетий нашей истории. Единственное, что конечно же не сталось так, чтобы до нынешнего времени дожили в каком-то большом количестве люди, которые знают код, знают шифр этой всей вышивки и могут в виде непосредственного смысла передать это знание следующим поколениям. а те, кто в общем-то вышивку воспроизводят, как правило, воспроизводят ее исключительно из таких вот соображений, что типа мы так же делали в древности, так будем делать и сейчас. То есть, это уже по сути дела каргокульт, но даже в рамках данного каргокульта где-нигде можно найти более-менее достойные интересные предметы, которые в общем-то воспроизводят что-то со смыслом. Ну и далее картины уже из другого музея, где ранее было в принципе много чего, что касалось истории Измаила, что касалось Суворова и так далее, но по понятным причинам сейчас тут тоже находятся картины и в первую очередь картины, которые посвящены уже нынешней ситуации, а именно посвящены фашистской бесправной, бессмысленной, бесчеловечной агрессии Российской Федерации против Украины. Дело в том, что в принципе Московия могла бы нормально себе жить и иметь достойные отношения с Украиной и с другими странами, но Московии так не захотелось. Московия захотела восстанавливать свою империю зла, империю деградации, империю бреда, и Украина, которая, по мнению Путина и других червей, должна была бы войти в эту империю одной из первых, послала весь этот проект ко всем возможным чертям, что в общем-то и хорошо отображено в всем известном вот этой истории, где наш солдат посылает их корабль туда, куда ему в общем-то дорога. Тут присутствуют многие картины с разной символикой, с разной философской составляющей, так или иначе, все это, что касается Украины, что касается культуры Украины, что касается противодействия Украины вот той несправедливости и той злобности, которая сейчас против Украины творится. Поэтому в общем-то картины данного музея несут определенный смысл, но этот смысл понятен только если тоже более-менее понимать, что сейчас происходит в Украине и что сейчас творит российская фальсификация против Украины. Пытаясь просто нас уничтожить, потому что мы есть правда. Мы есть правда неудобная, мы есть правда враждебная для их лжи. Поэтому во имя того, чтобы их ложь чувствовала себя удобнее, во имя того, чтобы их ложь чувствовала себя устойчивее и лучше жила и выживала, для них единственный смысл убить, уничтожить правду, в общем-то во имя лжи. Для нас единственный способ бороться против лжи во имя правды по ей в данной ситуации мы и являемся. В общем-то Украина с древних времен так или иначе больше была предрасположена к тому, чтобы соответствовать высшим духовным идеалам, чем та же самая Московия. Это и культурно так сложилось и вообще с древних времен что же делать так есть. Многие философы рождались на территории Руси и Украины. Вообще можно с самых древних времен этого вопроса касаться, когда еще скифы, в общем-то скифские времена, скифские мудрецы, еще скифы для греков считались достаточно таким древним народом и многие скифские цари греками почитались как мудрецы, как философы. Кемерийцы те же самые для греков воспринимались как древний, да, с одной стороны весьма хтонический народ, но с другой стороны воспринимались как также весьма древний, величественный и мудрый народ, хранители древней мудрости, древнего знания. Те же самые всевозможные мифы про гиперборею, которые сохранялись и передавались греками. Ведь гиперборея в греческой мифологии, в греческой философии называлась в общем-то именно территория Украины, территория Надкарпатской Украины, Наднестровской, Надкарпатской Украины. То есть по сути дело территории, ряд территорий центральной, западной, северной Украины. Сейчас кстати уже кадры из другого музея, из музея Придунавья, где также вот и картины есть, связанные непосредственно с историей Руси, с походами Руси против греков, с взаимоотношениями Руси с степными народами, вообще с разными пирами, которые устраивались разными князьями. Например, тот же самый Владимир Креститель в древности он имел очень широкую известность именно благодаря тому, что он любил организовывать пиры. И да, там активно использовался алкоголь, но так или иначе там и активно практиковалась раздача явств соответственно малоимущим и много чего другого. Поэтому с одной стороны князья до него не отличились благотворительностью, потому что они в общем стремились развивать государство. А Владимир своей деятельностью несколько так подрубил некоторые основы для государства Руси. Но с другой стороны он дал некоторые другие возможности для Руси ввиду того, что Русь синхронизировалась с Византией. И с третьей стороны все-таки чтобы отчасти компенсировать свои какие-то негативные элементы, он в последние годы своей жизни активно отличался тем, что называется филантропия. То есть он всячески и раздавал имущество малоимущим и всячески организовывал разнообразные мероприятия для того, чтобы в общем-то как-то облегчить их жизнь. Вот тут кадры и также древних вышивок, предметов с вышивками, кадры других предметов старожительности и в частности что интересно это кадры с старинными банкнотами. Это банкноты Руси и Украины времен уже ОНР. То есть это уже когда Украина в начале 20-го столетия после разрушения Российской империи провозгласила свою независимость. И полностью законно по тогдашним законам, законам, которые тогда были в мире, по всем тем практикам, когда на руинах былых империй формировались моноэтнические государства. Тогда развалилась Австро-Венгерская империя, развалились некоторые другие империи. И вот на руинах всего этого формировались в общем-то моноэтнические государства. Полностью законно, полностью в тогдашнем духе. И Русь, Украина, которая тогда называлась ОНР, полностью законно получила даже международное признание, широкое достаточно международное признание. и в общем-то провозгласила свою независимость и сформировала армию и защищала свое право и независимости, и самобытности, свое право общее существование защищала против агрессии Московии, которая тогда, когда могла нарушала все договоры, нападала на нас, истязала, истязала наш народ, истязала наше государство, а когда у Московии что-то шло не так, они опять заключали с нами договор. То есть московиты, они этим отличились, что чуть, чуть что-то не так как им удобно, чуть мы где-то можем победить, они быстро с нами заключают договор. И говорят, все, больше не воюем, теперь дружим, теперь перемирие, ну вы же не дураки, чтобы перемирие нарушать. Перемирие же уже заключили, что же вы это? Все, теперь признайтесь, теперь вот эти территории за нами, вы же заключили, вот теперь значит так. Вот нам они вот это все пытались скормить, а когда им было выгодно, как только у них была возможность, как только они накапливали, наращивали внутренние ресурсы, как только на международном фронте их какие-то стратегические оппоненты ослабевали, как только у них была возможность этих оппонентов ослабить, они сразу уже продолжали военной силой на нас нападать, и вот если мы уже пытались им напомнить, что типа смотрите, у нас же договор, плевать они хотели на этот договор, обмочиться и потереться, и все негативное, все тупое, все примитивное, что им их цивилизационный уровень, былых андрофагов позволяет сделать с документом, с договором, вот все они и хотели с этим договором делать, потому что в общем-то им закон не писан, а если писан, то не читан, а если читан, то им все равно, как бы все равно, что в том законе написано, потому что как им хочется, так они и будут поступать, исходя исключительно из тех ресурсов, из тех возможностей, которые у них есть, исходя исключительно из того, насколько международное попустительство их сможет допустить. И останавливались они всегда не там, где типа был какой-то вот исконный цивилизационный рубеж так называемого русского мира, не там, где они чувствовали своей русской душой, что пора остановиться, а исключительно там, где их останавливали. В общем-то это то, что можно хорошо понять, если исследовать все, что есть и в Одесском археологическом музее, в Одесском краеведческом музее, в общем-то в соответственно музеях Одесской области. Да, согласен, если говорить о Одесском археологическом, там до российской штуковины как таково еще задолго, то есть российская штуковина намного позже появилась, но в Одесском археологическом музее есть предметы скифии, а вот скифия как раз в некоторой эпохе страдала от андрофагов, поэтому в общем-то некоторые материалы из Одесского археологического музея, там, где касается некоторых скифских царей, которые пострадали от андрофагов и так далее, вот это все, что также может являться иллюстрациями предыстории российско-украинских взаимоотношений. Но снова же, если исследовать наши музеи, далеко не только по этому вопросу, и по многим другим можно найти много интересных сведений. Например, как даже показывает вот этот музей в Измаиле, у нас с достаточно древних времен были развиты разноплановые международные связи. И если брать в общем-то территории Измаила, территории Бессарабии, то эти территории из древних с одной стороны были частью непосредственно Руси-Украины, с другой стороны они были связаны и с территориями геттов, даков. Они были связаны и с античными разными цивилизациями. Там все достаточно сложно и достаточно интересно. и это как бы нельзя так тоже как-то так тоже как-то узко пытаться анализировать исключительно допустим в контексте славян. Это узловой регион. Узловой регион, куда чужестранцы заносили какие-то аспекты своей цивилизации. Наш народ здесь издревле проживал. Во-первых, то, что этот регион даже иногда назывался Малой Скифией в греческих источниках, это само собой известно, но также в более поздние времена здесь были города Руси, тот же самый Белгород, Северо и Восточной находилась Алэща, которая вообще непосредственно была связана с Киевским княжеством в составе Киевской Руси. И все это было как раз южными надчерноморскими представительствами Киевского престола. Но в плане торговли эти города, эти регионы были очень и очень сильно связаны как раз с Византией, с Валахией и в общем-то болховские города, они известны даже в некоторых версиях летописи. Поэтому моей целью является тут не просто предоставить те сведения, которые как световой меч прожигают внутренности лжи, разнообразным лжецам, а не просто которые являются неудобными для их лжи. Моей задачей тут является предоставить в общем-то побольше реальных сведений, реальных свидетельств, реальных материалов, фото-видео материалов и других, которые по идее может каждый анализировать по-своему, может каждый понимать по-своему. Главное делать из них выводы, хоть какие-то для начала, а потом уж и постараться научиться делать правильные выводы. Правда, для того, чтобы делать правильные выводы, нужно много всего изучать. Нужно изучать и фактический материал, присутствующий в музеях, нужно изучать теоретический материал, собственно, сведения летописей, сведения всяческих хроник, нужно исследовать и труды официальных ученых, и альтернативных исследователей. Альтернативных тоже иногда нужно, но с неким здравым скепсисом, поскольку многие альтернативщики, которые говорят о том, что официальная трактовка плоха, потому что официальная много чего не учитывает, так многие альтернативщики как раз в данном случае являются примером того, как плохо, когда люди не учитывают, потому что многие альтернативщики сами большую часть сведений не учитывают, хватаются только за какую-то часть этих сведений, и из них лишь пробуют выстроить свою теорию. И в этом смысле они сами являются такой вот квазипародией на официальную трактовку, они сами являются в общем-то примером того, какими не стоит быть, какими не следует быть, и как историю не следует изучать. Поэтому такие вот дела. Желаю разумности, желаю осознанности, напоминаю, что на моем канале присутствует множество видео с разнообразных музеев, ознакомление с которыми пригодится всем тем, кто по-настоящему хочет познать и исследовать нашу историю, кто хочет понять, в общем-то, как сформировался тот мир, в котором мы живем сейчас. Субтитры